здравствуйте сегодня на календаре 10 мая 24 года и вот наконец-то я сподобилась снять этот видеоролик чтобы сравнить два сорта слева сваева айдолс розалинда справа ю грушенька ну давайте для простоты розалинду розалинда ее обычно называют грушеньку грушенькой их очень любят сравнивать между собой и иногда даже путают но как вы видите уже даже сейчас видно видно насколько разные они даже по окрасу цветов совершенно разные сорта я снимаю это сейчас потому что розалинда видите уже не она практически все свои шапки раскрыла грушенька в процессе раскрытия уже очень надолго раскрывать свои туго набитые махровые цветы и пока она раскроется вся розалинда завянет поэтому сейчас их сравниваем и так давайте сначала за кусты скажу во первых живут эти сорта очень давно моя коллекция розалинда так вообще уже три с половиной года в сентябре будет четыре года в возрастной куст очень возрастной грушеньки два года оба экземпляра этой не черенки из тех черенков которые я приобретала на свои корни никого не ставила это те самые кусты которые изначально я приобретала у людей по кустам сразу скажу этот и другой куст моих условиях растут компактно но мне показалось что розалинда все-таки больше относится наверное к стандартному типу роста но компактный стандарт я бы сказала то есть безусловно за три с половиной года я ее обрезала и не один раз но после всех обрезок она очень хорошо формируется и поддается формировки и более того она без я его весной не обрезала но сейчас я смотрю она сама растит у меня внутри изнутри новые стволы и побеги то есть она способна к самокущению грушенька более плотный куст формирует мне даже ее приходилось прорежать нормировать побеги удалять слишком загущенный куст то есть грушенька мне кажется вообще способна без формировки расти и у той и у другой довольно крепкие цветоносы которые держатся но у грушеньки в силу ее густо очень густом махровых туго набитых цветов если будет большая шапка то она способна утянуть цветонос вниз ну и учитывайте сейчас не время года у нас еще прохладно даже вот снег был на днях несмотря на уже вот такое календарную весну поэтому цветоносы у моих пеларгонии не вытягиваются далеко еще нет жары в тепле они будут меньше безусловно но посмотрите теперь как в общем и целом выглядят кусты и как сориентированы цветоносы вот я сейчас кручу и у грушеньку и вы можете увидеть какой у нее кустик и как направлены цветоносы то есть геометрия куста у грушеньки отличается все таки смотрите хорошо видно да цветоносы как был как будто бы не вверх как у розалинды а по бокам вот такой вот ориентация и направление выдают в ней присутствие генов за нартиков потому что за нартики у нас ползучие кусты растут горизонтально и цветоносы как правило тоже в бок куда-то и горизонтально это не плохо или нехорошо это просто как факт я говорю да то есть грушеньки чувствуется присутствие за нартиковых генов вот даже по ориентации цветоносов и потому как ее устроены цветоножки вот посмотрите видите как у за нартиков у нее такие немножко удлиненные цветоножки в шапках и это видно правда у розалин даже этом видимо чистая заналка я как я понимаю им цветоносы у нее сориентированы как правило вверх все-таки вертикально и она у меня цвела букетным цветением вот в этом наверное и отличие обильно цветущих кустов у розалинды и у грушеньки то есть розалинда способна на такое вот букетное цветение когда сверху вся крона будет сплошь из цветов у грушеньки я таких кустов не видела я видела большие такие густо облиственные зеленые кусты но на которых в разных ориентациях раскиданы шапки цветов так по объемам горшков не помню сказала или нет значит розалинда живет в объеме литр 800 грушенька живет в объеме полтора литра литр 500 теперь давайте по цветам пройдемся вот я сейчас попытаюсь сблизить их так чтобы показать вам эти цветы рядом сейчас не знаю насколько правильное освещение погода пасмурное ой не уезжай так ну вот я настроила приблизила их между собой и сейчас посмотрите очень хорошо видны и окраска обоих сортов то есть грушенька она такая лиловая более холодная розалинда розовая ярко розовая и по сложению цветов как вы можете видеть у них тоже разное сложение вот это вот бутончик у грушеньки начинающий раскрываться а это у розалинды вот розалинду мне кажется очень легко узнать по раскрывающимся бутоном у нее тоже интересное раскрытие многослойное вот такой вот это такой вот раскрывшийся цветочек уже полностью грушенька вот так вот разложилась в полном раскрытии вот а теперь давайте посмотрим как они раскрывают шапки давайте я начну с грушеньки ну вы уже наверное успели заметить что она еще конечно не раскрылась полностью сейчас я приближу вот эту вот шапку она раскрыла самую первую тут вот уже самые первые цветы засохли полностью но в этой шапке еще даже не все бутончики раскрылись видите поэтому в смысле дружного раскрытия у густо махровых цветов есть такая особенность что вот не всегда дружно шапка открывается потому что уж очень густо махровые цветы каких-то шапках видите она мне засушила бутончики я не думаю что это связано с перевалкой ее больший объем вот в двух цветоносах она мне отсушила в остальных пока все нормально но очень медленно очень медленно раскрывается видите связано ли такое ну скажем не очень дружное раскрытие с таким вот одновременным количеством цветоносов тут больше десяти по моему я насчитала цветоносов на таком но миниатюрном компактном кустике в объеме полтора литра я почему-то так не думаю что если бы был бы горшок побольше то это дело все раскрывалась бы дружнее почему-то мне так не думается мне все-таки думается что наверное холодновато у меня на балконе может быть было будь потеплее как-то это все побыстрее бы раскрывалась но вот пока вот так вот посмотрю за ней понаблюдаю как она будет открываться летом и ближе к осени розалинда розалинда в этом смысле конечно поинтереснее потому что вот такое вот дружное раскрытие шапочек никаких дырочек ой я щелкаю забываю что она у меня не на подставке розалинда вот такие вот у нее красивые шапки полностью практически открытые и это тоже потому что вот не очень густо махровые цветы но все равно они махровые вот в этом и есть особенность густо очень густо махровых цветов что приходится долго ждать раскрытия поэтому сорта эти что сказать оба разных сорта оба достойные у каждого есть свои плюсы так сказать и свои минусы да собственно как у всех наверное сортов оба я считаю сорта красивые как вам напишите до свидания